Михаил Иванович с победой. Признавайтесь, в какой момент поверили, что победа вот она? Что сказал об этом другим журналистам, когда Катарина нам не отдал фейерплей. И это такие вещи от команды, которая всегда фаворит в пляжном футболе, в любом матче. Это несерьезно и некрасиво. Ну, что ж, богом судья. Какие мысли были в голове перед матчем в раздевалке? Мысли были то, что надо выложиться. Понятно, что бразильцы забив 29 мячей в группе в трех матчах. Команда фантастическая. Но я понимал, что будет недооценка с их стороны в связи с тем, что у нас не играли поапоротные Макаров. И эта недооценка очень бросалась в глаза. И мне кажется, что мы в тактическом плане просто полностью их переиграли. И, конечно, благодаря мужеству ребят, благодаря фантастической игре Максима Чушкова у нас сегодня появились шансы на победу. Ну, и просто очень рад за ребят, особенно за тех молодых, кто сегодня первый раз, наверное, прошел матч такого колоссального уровня и напряжения. Мы большие молодцы, но самое тяжелое нас ждет впереди. При счете 1-3 верили еще в победу? И когда в пляжном футболе разница в два мяча, очень важно не пропустить, а забить еще. Вот. И были моменты, когда нас и Макс подвыручил, и все-таки гол мы вот этот красивый забили. Похоже немножечко так, если по сценарию, но не по характеру игры на матч с Беларусью. Какая из побед над сборной Бразилии самая, не знаю, сложная, ценная из всех, что у вас есть? Ну, мы, конечно, ценим каждую нашу победу. Сегодня мы восьмой раз обыграли сборную Бразилии. Я думаю, что кроме этого она может вообще еще раз пять только проиграла, кроме этих восьми матчей. Вот. Самая ценная, ну, та, наверное, первая, которая, она всегда особняком стоит вообще как самый золотой матч в истории пляжного футбола, когда мы обыграли финальный чемпионат мира в 2011 году. Ну, ну, это сегодняшняя победа обязательно войдет в золотой фонд российского футбола, однозначно. Как оцените игру Астапа Федору, который, в принципе, редко на этом турнире появлялся на Писке? Очень сыграл прилично для дебюта, для матча такого уровня. Так, одна на вскидку приходит его грубая ошибка, а в остальных моментах он сыграл, в принципе, нормально. Особенно, учитывая, я еще раз повторю, что это первая игра. Ну, и в заключении расскажите, что ребятам сказали в раздевалке после матча? Сказал, что не надо расслабляться, надо готовиться к полуфиналу. И, дай бог, как бы мы сохраним этот настрой, эту правильную концентрацию на оставшиеся матчи. В 16-15 сыграем? Вы хотели бы сыграть? Ой, я, честно говоря, даже не буду сейчас ничего говорить. Расписание пришлют, будем готовиться согласно плану. Сосново довольствуют болельщики? Ну, это уже не болельщики, это наши родные люди. Так что, у них такая участь, чем ближе к нам, они тем тяжелее все переносят. И переживания, и победы, и горечь поражений. Мы за это их ценим, и мы уже без них себя не представляем никак. Насколько можно сравнить этот матч с 2015 годом? Какие-то настроения, ощущения? Совершенно другой матч по своему настроению, по своей истории. Потому что в том 2015 году у нас была другая первая сборная, у нас была другая история с ними, с ними противостояние. Мы не проигрывались им 2-7, там крупно, в общем, мы все время до этого их обыгрывали. Но, несмотря на это, у них была сильная сборная. Но со стороны их, мне кажется, все-таки, вот с их стороны, может быть, было что-то похожее, какой-то недонастой, расконцентрированность, я не знаю. Вышли они как-то, каждый за себя не был, у них команда. Мы сегодня переиграли, прежде всего, за счет общего коллектива, не индивидуально. Один в один они, конечно, сильнее нас, сильнее всех тут на планете. Но команда, у них есть слабые стороны, когда они не собираются, когда они устают выигрывать, тогда их можно поймать и обыгрывать. Второй матч подряд, ну, в Угаске, 1-3, с началом турнира, и во время много говорили, погода, жарко, сил нет, усталь, там, ну, так далее. В итоге мы дожимаем все, что они как-то просто. Ну, сложно сказать, что дожимаем, просто тут действительно была такая игра до гола. Кто прям по настрою своему, кто забил гол, тот и выиграл. Нам чуть повезло в концовке, вы видели, что сам мяч не летел. Вратари наши сегодня и Макс, и Павел творили чудеса, Павел на скамейке, Макс в воротах. Но, тем не менее, заслуга Павла тоже не хочу уменьшить никак. Сегодня победил, прежде всего, оборону, в том числе и вратари. Да, я не видел. Да, он жарил чудеса, потому что я... Не выгнали его? Выигрывал мне весь обзор, весь Макс. Молодец, значит, команда сработала. Наверное, после матча опять сосчитают голы, да, гили, да, и все. А мы сосчитаем голевые передачи капитана Иссо. Сколько их еще осталось? Ой, еще много, дай бог еще останет до золотого матча и до золотой медали хватит. Есть у нас чем еще удивить, если вы обратили внимание, то мы никогда ни с кем практически не повторяем, сколько вот с Сенегалом у нас были некоторые комбинации, которые они не знали, просто не знают, что они не знали. А с теми же белорусами, с теми же бразильцами мы подготовили сюрпризы и завтра тоже, послезавтра мы тоже что-нибудь придумаем. Кого больше хочешь? В Талью или в Сенегалом? Россию. В полфинале. Даже не знаю, и с теми, и с теми неудобно играть нам. И тут, наверное, буду все-таки болеть за Швейцарию. Просто манера игры больше импонируется. Хотя буду болеть за Швейцарию, у меня там друзья играют. Хорошо знаю многих. Подарок Артуру уже подарили? Где бы от Поляны? Нет, еще не дарили. На самом деле он пришел в раздевалку. А вот это просто сейчас был подарок? Это да, это, наверное, подарок. Потому что мы еще не знаем, что он нам скажет. Потому что он сказал, попросил нас перед матчем слезно. Если вы сегодня обыграете празднице, то у меня будет для вас сюрприз в конце чемпионата. Вот мы будем ждать это обязательно. Все, что на душе лежит. Все, что есть, какие мысли после этого потрясающего результата. Очень сказать, наверное, большое спасибо трибунам, которые нас поддерживали. Родным и близким, которые болели, смотрели за нас по телевизору. Скажу, наверное, что кроме родных и близких, и вот кто сидел на трибунах, наверное, не особо кто в нас верил. Ну, парни молодцы, просто доказали, что, наверное, нас еще не стоит списывать со счетов. Вышли на матч сумасшедшие мотивации, там, сумасшедшая самоотдача. Просто каждый бился друг за друга. И, наверное, заслуженная победа. Бразильцы, наверное, нас немного недооценили. Думали, сейчас выйдут, там, спустя рукава нам мешок забьют голову. Ну, получилось наоборот, мы победили. Еще двух козырей у нас не было, которые удалены сидели на трибуне. Ну, все молодцы, что сказать. Заслуженная победа, надо готовиться дальше. Ты когда поверил, что победа? Ну, с утра проснулся, наверное, поверил. Ну, если не верить в победу, я думаю, не стоит вообще, наверное, играть. Ну, с утра, наверное, все были видны в всех глазах. Был какой-то огонь, что все верим в победу, что можем обыграть Бразилию, наверное. Если бы не верили, я думаю, наверное, бы ничего нам не помогло. Только мы сами могли это сделать и победить Бразилию. Два матча с 1-3 отыгрываемся. Это фирменный стиль теперь на Чемпионате мира у нас? Ну, наверное, может быть, не знаю. Кажется, я уже говорил, что мы, наверное, акклиматизацию прошли, наверное, вкатились в эту жару. Потому что до этого играли в два часа дня две игры. Мы, наверное, больше привыкли, чем Бразилия. Бразилия играла уже в более вечернее время, когда солнца не было. И, наверное, это нам на руку сыграло. Когда победный мяч был забит, ты отдавал или бил? Бил, конечно, бил. Прокомментируйте, Досок. Пока тяжело комментировать, потому что понимали, как сложная игра, какой сложной ситуацией мы были. И поэтому додали, наверное, сегодня все силы, все эмоции. Были как раз той команды, к которой мы стремились, наверное, которую мы хотели все-таки нащупать после той же игры с Эмиратами. Поэтому большое должное отдать всем ребятам. Просто сегодня все бились, все старались. Просто, мне кажется, это одна из лучших игр, но самое интересное впереди все-таки. Когда ты за сборную последний раз играл здесь мальчами на столбах. Помнишь, это сыграть? Фух, я, наверное, не вспомню. Ну, я точно знаю, что 13-й год. Это как раз стоит. И, наверное, все. Не знаю, точно не вспомню. Признайтесь, когда забивали победный, вы подставляли прям осознанно пяткой в угол? Или просто на удачу уже? Просто подкорректировать хотел, честно. Но потом, про Мелькула мысль, что наоборот, из створа выбиваю. Но просто, ну, мяч полетел, хотел чуть-чуть подправить, именно чтобы вратарить. Чисто из-за этого. Но получилось не так, как хотел сейчас. Хотелось, ну, прям сильно, а здесь прям слегонько в угол. Поэтому это все-таки удача. Что бы ты сказал человеку, чтобы он вчера тебе, ну, не приснилось, или человек сказал, что ты не в Бразилии, не добьешься победный гол пяткой. Что бы ты ему ответил? Ну, я сказал, что это хорошая шутка. Потому что другого здесь не скажешь. В принципе, даже забить победный гол, это для меня... Все равно вся команда молодцы. Там Шиша как хорошо ударил, поэтому обыгрался. Вот от бразильцев убежал, спокойно ударил, поэтому отдать должны. На какую пару вы ходите, знаете? Мы ходим в Саре-Италии. В Саре-Италии? Ну, да, поэтому все будем ждать, отдыхать, восстанавливаться. Потому что уже нам и тренер сказал, намекнул, что в 15-м году была такая же игра. Когда обыграли, отдали все должен, хороший матч провели, отдали все эмоции, а потом как раз Португалии не хватило, и уже была такая горечь. Поэтому хочется от этого уже, от излеча своей... Исправить ошибки и уже продвигаться дальше.